Родная моя В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца и принял решение. Нужно бежать. Да, как вы, думаю, только что видели. Ну да, вы наверняка это видели. В прошлой серии у нас все закончилось весьма печально. Фредди погиб, Карл в плену и, в общем, все не очень хорошо, скажем так. Так, оп. Плоскогубцы, перекусить. Там она. Ну да, в общем, мы хотим сбежать. Нам нужны плоскогубцы. Пассатижи или как-то клещи. В общем, вы поняли, что нам нужно. Так. А эта штука. С ней тоже что-то нужно сделать. Ладно. Собачка мясо хочет. То есть, чтобы мы смогли пройти туда, нужно мясо будет. Ладно. Так. Так, так, так. Здесь у нас что-нибудь есть. Я понимаю, что у нас там еще инфа есть. Сейчас подожди игра. Буквально все ничего. Так, много помещений на самом деле. Весьма... Да, я знаю про дневники подожди игра. Так. Ну, база на самом деле большая. Много чего, судя по всему, придется сделать. Ладно. Давайте почитаем. Пойдем по порядку. Как обычно, начнем с чтива нового серию. Жизнь в лагерях для военнопленных. Даже в плену между участниками боевых действий сохранялись классовые различия. Офицеры и простые солдаты содержались в разных лагерях. Пленные нередко голодали, особенно сильно в тех случаях, когда в ближайших к лагерю районах еды не хватало даже мирным жителям. Наикудшие условия содержания были, по воспоминаниям очевидцев, на территории Германии и России. Часто пленные заменяли ушедших на фронт гражданских. Их заставляли работать на заводах по производству боеприпасов на фермах и в шахтах. Да, да. Так, и... Что же, дневники? Дневники? Угу. Дневник Карла. Восьмое мая 1916 года. Вот уже 11 месяцев я прозябаю в этом лагере для военнопленных, что находится к югу от Реймса. Моё здоровье постепенно восстанавливается. Я уже даже могу ходить. И всё благодаря Анне. Новое письмо Марии сильно меня по... ээээ... Я должен как-то выбраться отсюда. Восьмое мая того же года. Сегодня очень грустный день. Не стало Фредди и Уолта. Ааа... Да, кстати, спасибо за комментарий, когда вы писали кличку за... эээ... Ну, как назвать собачку. И выяснилось, что, в общем, у пёсика таки была кличка. Вот, Уолт. Вот так вот. Оказывается, у него было имя. Собственно, вот сейчас мы это и выяснили. Да. Пусть их души упокоятся с миром. Ну да, Уолт. Это ж вроде пёсика имя, я так понимаю, да? Ааа... Уолт, Уолт, Уолт. Ну ладно, не суть. Да, но мне что-то кажется, что... собачка таки не погибла. Не знаю, как там с Фредди, но собачка, наверное, жива таки. Так. Подожди. Тут мигает. Что ещё есть? Ааа... А, во! 25 апреля 1915 года. Сегодня Виктору исполнился год. Боже, как я по нему скачаю. Сколько ещё будет продолжаться эта война? Как же мне хочется получить перевод Санмиель. Он ведь по-прежнему в руках немцев. Да. Так, стоп. Стоп-стоп-стоп, дневники. Успокойтесь. О! О! 15... Ну да. В общем, вообще, грусть, тоска, печаль творится. Нужно что-то делать. Пойдём сюда. Может, тут чё будет. Опа! Что это? Что это? Записная книжка. Почти у каждого солдата на войне была записная книжка, в которую он записывал события и переживания своей жизни. Благодаря таким книжкам, историкам стало много известно об ужасах войны. Ну это да, логично. Ладно. Воу, ещё помещение. Да ё-моё. Аммм. Ладно. Ты что хочешь? Воды. Нужна вода. Ладно. Так, нет. Стоп, слезь. Уголь. Да? Так. Ладно, поднимемся наверх. Я пока не совсем понимаю, что нужно сделать. А, ну... Тут всё довольно просто, да? Так, ничего нигде не лежит скрытого. Никаких там записок и тому подобного. Ладно. Так. Допустим. Амм. А, вот. Всё, понял. Так. А, вот ещё что-то лежит. Хоп. Отлично. Что это? Ага. Жетон германского солдата. В начале войны жетоны германских солдат из разных регионов сильно отличались друг от друга, как формой, материалом, из которого были сделаны, так и указанной на них информацией. В сентябре 1915 года бойцы получили жетоны, которые представляли собой диск с именем, датой и местом рождения, а также данными полка. Да, впоследствии данную модель также обновили. Это произошло в конце 1916 года. Понятно. А ну-ка. Во. Так. Допустим. Не, ну тут явно нужно... Я так думаю, вправо, чтобы шло, наверное. Сейчас разберёмся. Вот. Так, это идёт туда, допустим. Ладно. Амп. Так, стоп. Чё-то я тупил, да. Нужно, чтобы пошло, в общем-то, по... Вот этой трубе вниз. Так. Это я, получается, замкнул в кольцо. Да, вот оно слева выходит. Идёт наверх. И вот, да. Циркулирует по кругу. А-а-а-а-а. Так, ну у нас тут только вот... Либо такой вариант, либо... Угу. Так, ну допустим, так. Так, допустим, опять-таки. А-а-а-а. 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 Так, а стоп. Тут отрубу. В любом случае, оно не пойдёт. Блин. Так, стоп. А, ну да. М-м-м. Так. Чё-то я туплю. На-а-а. Сейчас сообразим. Выходит-то вода по-любому слева. Справа её не пустить. Да. А-а-а-а. И эту мы можем штуку повернуть либо вверх, либо вниз. А-а-а. Стоп. Если так пустить. Допустим. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Ну она вниз идёт. А-а-а. Но тут труба может пойти опять-таки только вниз. И она по кругу замкнётся. Потому что эта штука-то туда не пустит. А-а-а. Не замкнётся. М-м-м. Что-то я пока не догоняю. Шо-то я пока не догоняю. А-а-а. В правую при этом... А-а-а. Стоп. Можно ж пустить поверх. И, наверное, там она на выходе замкнётся и пойдёт справа. Точно. Ладно. Так. Сейчас. Сейчас мы сделаем. Так. Она, по идее, здесь идёт. А-а-а. Так. Она туда идёт. Хорошо. Вот так. И... И... А-а-а. А-а-а. М-м-м. По-любому она вниз-то в эту не идёт. Ладно. Я слишком много времени потратил на эту головоломку. Разберёмся потом с ней. Да. Я уж извиняюсь за тупняк. Чё-то пока не соображу. Может, там дальше что-то где-то будет. А я тут мучился. Так. Наверху есть чё-нибудь? А-а-а. Вот в чём фишка-то. Так. Вправили. Хорошо. Вправили. Поднимемся наверх теперь. Теперь оно должно заработать. Наконец-то. Так. 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 Пускаем так. Потом. Поворачиваем. Вверх. Вот так. Теперь эту штуку. Эй. Так. А-а-а. Теперь. Да. Во. Наконец-то. Дам. Я чё-то не сообразил, что справа оно-то не идёт. На. Во. Помойся, солдат. Отлично. Отдать нам ничего не хочешь? Так. Это я что-то взял. Что это интересно? Кусачки, что ли? Как раз. Ну, допустим. Допустим. Ладно. Пройдёмся ещё сюда. Может, чё-нибудь интересное будет. Э-э-э. Так. Здесь ничего интересного. Ладно. Так. Тут у нас спят бойцы. Хорошо. Почитаем. Письмо венгерского военнопленного. Уважаемый господин Даншталь. Уже три месяца я нахожусь в лагере для военнопленных в Реймсе. Относится к нам неплохо, но я всё равно считаю дни до освобождения. С вашего позволения, после войны я бы хотел вернуться на должность бригадира. И я не утратил прежних навыков, и хотя силы у меня сейчас не те, уверен, что вскоре смогу полностью восстановиться. С нетерпением жду вашего ответа. Максим Ильен, бригадир электрик. Окей, Максим Ильен, как скажешь. Так. Здесь чё-нибудь есть? Ещё полезное. Что такое? Чё не пускаешь? А-а-а. Назад? Типа нельзя вообще, да? Ладно, фиг с тобой. Допустим. Так или иначе, у нас какой-то предмет уже есть. Так, здесь мы были. Нет, здесь мы не были, кстати, тоже вот. Чё тебе надо? А-а. Не совсем понял, чё ему надо, но ладно. Разберёмся. Может сверху чё-то есть? Так. Проходик. Ага. Там, кстати, мяско у него лежало, я смотрел. Так. Держи. Ну? Чё? Э-э-э-э, ладно. А, во. Атак. А-а-ам. Что я взял? Ладно. Допустим. Пока не совсем понимаю. Опять-таки, чё я творю? Хорошо. Что ж, тебе это надо, нет? А мясо сбить не получится? Да, нет, наверное. Ладно. Допустим. Мясо нужно ей. Тут ещё чё-то нужно сделать. Нэ-э-э-э. А-а-ам. Чё тебе нужно? Ксачки. Мясо. Так. Ну, здесь ничего нету, ладно. А-а-а. Пока что не совсем вообще понимаю, что тут к чему. В кои-то веки. В кои-то веки у меня за тупы. Ну, пусти. Чё тебе не нравится? Тупай назад, блин. Там у тебя в карты играют, вон. Да, ну, хотя, ладно. Это, наверное, разрешено. Так, ладно. Знаете, давайте я закончу на этом данную серию и продолжу, собственно. Следом дальше записывать. Всё равно это игра такая, в которой вы не можете сверх каких-то действий подсказать. Да и плюс ко всему мне хочется её просто уже поскорее, да, пройти. И для этого, в общем-то, проще будет наперёд её позаписывать. Вот, так что вот так вот. Тем более, что я тут достаточно потупил в данной серии. Ну, хотя бы одну головоломочку решил. Вот, что же. Надеюсь, вам так или иначе понравилось. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии. Репостить к себе там везде видео. Вот, ну и подписываться на канал, если вы этого ещё не сделали. Ну и что же. На этом всё. Всех вам благ, удачи, пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова